В этот день 22 июня родились Николай Шпанов, советский писатель Наиболее известен его роман «Первый удар» Изданный в 1939 году В нем автор попытался смоделировать войну между СССР и нацистской Германией Однако в том же году книгу из продажи изъяли Так как Гитлер и Сталин резко улучшили свои отношения Василий Петров, артиллерист, дважды Герой Советского Союза Его случай уникальный, последние месяцы войны Провел без обеих рук Их он потерял в 1943 году при форсировании Днепра В этот день 1812 года Наполеон издал документ В котором обвинял Россию в серьезном нарушении договоренности Этим он предварял свое вступление в пределы империи Александра Первого 22 июня 1931 года Вермахт перешел границы Советского Союза Начиналась Великая Отечественная война В этот день 1918 года расстрелян адмирал Алексей Счастный Это был первый смертный приговор военного трибунала в Советской России В 1918 году Кайзеровская Германия задумала довольно изочеренный план похищения чужого военно-морского флота В Брест-Литовский мир Советской России немцы включили пункт, что большевики должны вывезти из всех иностранных портов свои боевые корабли Иначе их ждал арест Суть плана состояла в том, что на дворе была зима И почти весь Балтийский флот находился в ледяном плену в бухте Гельсингфорса и Ревеля А ведь эти порты принадлежали только что объявившим о своей независимости Финляндии и Эстонии Все шло к тому, что Германия могла поживиться военно-морским наследием Российской империи в сотни вымировок Алексей Счастный начал свою боевую карьеру в русско-японскую войну Это высокого качества боевой офицер, он в обыкновенное время хорошо служил, но не всякие служака в мирное время оказываются и в бою на высоте призвания, как он Такова характеристика, которую дал ему его начальник капитан Ливен Два ордена Святой Анны, орден Святого Станислава В Первую мировую Счастный послужился до звания капитана первого ранга В октябре же 17-го офицер и потомственный дворянин один из первых перешел на сторону большевиков За что и получил адмиральское звание и должность на Марси Совсем в духе времени так сократили слова начальник морских сил Вот ему-то и предстояло решить непростую головоломку, что делать с Балтийским флотом Из Петрограда шли путанные сведения Внятных указаний на Марси не получил даже от прямого начальника Троцкого Тот был нарком по морде, нарком по морским делам То ли нужно было прорываться в порт Кронштадта, то ли подрывать корабли Немцы уже дышали в затылок В Финляндии высадилась особая дивизия, она шла к Гельсинфорсу 11 апреля 1918 года туда же на всех парах шла немецкая эскадра Ее явным желанием было блокировать русский флот Однако немцы увидели лишь дыны русских кораблей Счастный единолично решил уводить свои вымпелы в советский Кронштадт Примерно за месяц до того он организовал спасательную операцию Первый отряд кораблей адмирал вел проламбой лет Всего из-под носа у немцев умыкнул 236 судов В том числе 6 линкоров, которые станут ядром всего советского флота Казалось бы, Счастный мог надеяться на благодарность Тем более, что первоначальный общественный отклик был восторжен Однако 3 мая Троцкий отправил ему новый секретный приказ Все же готовить боевой вход к подрыву Якобы была еще опасность захвата его немцами Однако адмирал сделал приказ достоянием гласности Моряки-балтийцы справедливо загудели Ничего же они спасали флот от немцев, если его взорвут свои же В сущности это было второе спасение кораблей, теперь от большевиков Но Троцкий неповиновение не прощал Счастного арестовали, в июне открылись заседания трибунала Единственным свидетелем в суде был все тот же Троцкий Адмиралов чинили 11 пунктов обвинения Все они сводились к неповиновению и измене Попытки организовать против большевиков флот Позже во многих исторических исследованиях фигурировал портфель Счастного В нем хранились некие документы и их упоминал сам Троцкий Эти документы якобы доказывали связь большевиков с немцами Якобы существовали секретные договоренности о передаче кораблей Германии И вот засрыв этих планов Счастного будто бы и приговорили к смерти Когда стало известно решение трибунала, обвинителя Крыленко спросили Ну как же так, эти в России теперь не казнят Мы не казним, мы расстреливаем Приговор привели в исполнение всего за несколько дней